Рабочие места, жилье, некий тренинг в написании в российской конституции и в пользовании западными вариантами свобод. Дальше референдум о самоопределении Чечни, когда она будет к этому готова. И никаких расходов со стороны России, никаких трупов, никаких терактов. И разумеется, Россия должна просить прощения на коленях за то, что она устроила в Чечне. На коленях это как все встать или... Я так вовсе. Нет, включая фруклировка, Россия должна встать на коленях перед кем? Ну как перед всему и плача. Перед ним встать на коленях? Страна встать на коленях перед Более. Неважно, ли это чеченским народам, нам не истребляемым, просить прощения за геноцид, который мы проводим там в течение более чем... Понял. То есть осознать свою историческую вину. Осознать свою историческую вину. И не только перед Чечнёй. Ограничить гражданские свободы. Гражданские свободы не подлежат никакому ограничению. Они священны и неприкосновенны. Сколько русских там пробыли в плену и врагов... А сколько федералы враг воровали чеченцев? До начала войны это было всё. До простых людей не было. Воровали там 300 лет, они только этим и занимаются. 300 лет. Это барьер Владимир Соловьёв тут вызывает. Жириновский и Новодворская. Она уже умерла. И вот она что говорит? Это достойные соперники. Русские воруют. Грабят. Жгут. Вот это всё. У меня другие сведения. Шабашники и чеченские следы лезли по всей страны. Я говорю про начало конфликта. Сегодня Турция нормальное государство. Но 30 раз мы воевали с ними, потому что они разрушали Российский. Они не благодаря нам нормальное государство. Они что, взяли цивилизованное государство? Они были членом НАТО, а не Варшавского договора. Уровень аргументации таков, что я даже отказываюсь обсуждать с точки зрения логики. Когда один говорит, что для того, чтобы прекратились взрывы, можно повесить на Варшавского. Комментирует. Но он набрал очков почти вдвое больше, чем на Варшавского. Их представил он хорошо, достойные соперники. Вот такое дело. Это утро сегодня. Без каких-то блестящих ходов. Спрашивают, а нам это нужно, верующим? Нужно. Мы живем в этой стране. И как участвовать? Никак. Только молитвой. Молитвой, постом, милостыней. У нас другого оружия нету. А не то, что давайте теперь танки освещают и в Чечню посылают. Освятили военные там какие-то самолеты или что на Грузию. Новодворская права абсолютно здесь. Видишь, он и филибрист словами играет. И она говорит, свобода священная. Она не договорит. Священный дар от Бога. От Бога. Она неприкосновенная. Но этому надо учить людей. Призвать. Вот. Это... Рабы не просят свободы. И у Жириновского мы вас уничтожим. Но это было все равно на равных. Мне показалось, что они равны в этом раунде. Это было мощных соперников. Это абсолютно видно. И видно по тому, как уже происходит даже эта схватка. Но Владимир Иванович, по-моему, действует более точно и более разумно. И умело, как боец, который добивается своей цели. Чисто даже актерство, когда вот это препирательство переросшее в некую игру, и он точно использовал и вызвал смех аудитории. И это будет нравиться аудитория, мне кажется, сидящий у телевизора. То есть, как... Он показал, что он ярче. Потому что Владимир Иванович как бы перевешивает в этом раунде. В нашей дуэли победителя определяют телезрители. Позвонив по указанным телефонам, вы можете проголосовать за того из участников, чью позицию поддерживаете. Жириновский Владимир Вольфович. Родился 25 апреля 1946 года в Алмате. Шестой ребенок в семье. С отличием окончил институт восточных языков, а также вечернее отделение юридического факультета МГУ. В студенческие годы возглавлял бюро комсомола, был слушателем университета марксизма-ленинизма, но в КПСС по политическим соображениям не вступил. В 1990 году возглавил Либерально-демократическую партию России. Трижды выставлял свою кандидатуру на президентских выборах, но набирал незначительное количество голосов. В Государственной Думе с 1993 года. Доктор философских наук. Заслуженный юрист России. Автор множества книг и публикаций в прессе. Владеет несколькими иностранными языками. Любит книги философского характера и политические мемуары. Увлекается охотой и спортивной стрельбой. Играет в волейбол. Женат, имеет сына и внуков-близнецов. В начале 20 века Петербург охватила эпидемию дуэли. Стрелялись все. От литераторов до политиков. Одним из самых скандальных думцев был основатель Союза Русского народа Владимир Митрофанович Порешкевич. Между прочим, Владимира Жириновского нередко с ним сравнивают. Порешкевич прославился тем, что прервал речи коллег оскорбительными замечаниями. Нередко переходил от слов к действию, и однажды во время заседания он запустил стаканом с водой своего вечного оппонента, кадета Милюкова. Правда, до настоящих дуэлей дело никогда не доходило. Порешкевич удивительным образом удавалось от них уклоняться. Прекламная пауза, и участники вновь выходят к барьеру. Во второй схватке в борьбу вступают секунданты. Они могут оказать серьезную поддержку дуэлянтам. Поддержите и вы своими звонками. Вторая схватка. Хорошо. Вопрос секундантов Новодорской. Николай Храмов, член Генерального совета Транснациональной радикальной партии. Ого, что ли? Ну вот так вот. Владимир Вольфович не упомянул эту партию среди тех, которого нужно запретить, не знаю. Известно, что три из вечных вопроса русской интеллигенции – это кто виноват, что делать и какой счет. Первый вопрос очень интересно обсуждался в первом раунде. На самом деле, меня-то интересует больше другое. Действительно, что делать? Если в течение девяти лет мы видим, что не удалось ни одним десантным полком, как нам обещал Грачев, решить проблему в Чечне, ни замочить в сортире. Ну, может быть, действительно тогда нашу безопасность Ставропольского края, сопредельных регионов, людей в Чечне, чеченцев, русских, ромян, кого угодно. Их права, их безопасность должно обеспечивать международное сообщество. Вы распылили главную цель всех новых демократических партий и теористов – разрушить до конца Российскую Федерацию. Чтобы ввести нам балканский вариант или грузинский, чтобы не было больше России. Чтобы везде стояли войска ООН, НАТО, а теористы продолжали бы действовать, чтобы оправдывать их нахождение. Это называется «Барьер Владимир Жириновский и Валерия Новодгорская». Вот сегодня мы послушали. Конечно, это интересно, и человек начинает соображать как. Нас спрашивают, а вы на какой стороне? Да мне сторона не нужна. Мне, говорят, правда нужна. А правда они ни один не упоминают от Бога. Они учитывают многие политические веяния, очень хорошо знают прошлое. Прошлое тоже под покровом темноты. Они там без Бога пытались что-то делать. Главное – откройте Святую Библию и начните рассуждать. Ну а как надо было поступать? Зачем ее завоевывать надо было в Чечню? Надо первоисточнику. Почему туда не послали миссионеров хотя бы тысяч десять? Чеченцы тоже есть христиане. Почему протестанты и сектанты действуют не так, не оружием? Не приобретают новые души, и которые уже не воюют ни ингуши, ни русские. Вот он что делает. Гляди, кормит отец его. Это отрыжка делает. Он голубенок в рот засовывает. Присесть, наверное, надо, чтобы видно было снимать. Видишь как? Вот так напугался он, отошел. Я вот утром их выпускаю на прогулку. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Семищем дал. Сейчас они прилетят, сядут. Вот я пока буду говорить, движений резких не делать. Они слетят сюда. Вот так. В любом вопросе надо помолиться. И это неплохо, что они открыли кое-что для людей. Но без учета Бога, замыслов Божиих, ответ вообще повисает в воздухе. А как сделать, чтобы не было? Никак не сделать. Потому что к вам сошел дьявол великой ярости. Ища кого поглотить. Это дьявол. А почему дьявол? Потому что человек убийца и лжец. У него характеристика очень простая. И кто из дуэлянтов призывает к тому, от кого зависит все это. И лжет. Хотя бы мало где-то. Вот внизу, видишь, уже сидят где? Вот маленько отступись назад и оттуда. Это тоже от дьявола. Любой. Если еще не учитывает то, что говорит нам Бог. Знаешь, маленький какой. Вот. Они переваривают пищу наполовину. И тогда ему отдают это птище молоко. Видишь, ему надо развиваться. Я их специально на прогулочную площадку. У меня вот здесь, пожалуйста, барьер к барьеру. Голод. Вон он попятился. Оправиться надо. Вот так. Все как надо. Поэтому нужно признать, что завоевывать ее не надо было. А нужно было идти с благовестием, с Евангелем. И сегодня бы никакого воинственной Чечни, ни отрезанных голов, ни туда танки никто бы не посылал. А кто туда посылает и освещает, это все патриархийные попы. Они за это ответят. И Новодворская здесь права на сто процентов. Но и она не знает еще. Бог это... Нигде она не берет во внимание. Вот мы считаем 10 глава Деяния апостолов. А апостол Петр пришел в дом Корнилия и он говорит, вот мы собрались. Как Бог повелел. О Боге говорит в первую очередь. И теперь выслушаем, что скажет им Бог. То есть люди собрались не Петра слушать, а что Бог скажет Петру. А сегодня вот я слушаю здесь, выступаю. Тут много один Каскун, фамилия священника такой. Он выступает коротенькие такие, коротенькие где-то. И Священное Писание как будто никогда в руки не брал. И везде комментарии запрещены. В конце нельзя не высказать еще. То есть он сказал и думаешь отвечать. И комментарии будет Бог давать тогда. Комментарии должны быть под каждым выступлением. Разрешать. И как бы я нажимал нельзя. Или вот открывай где-то. Это только для друзей. Там тоже что-то кроется. Мы должны быть доступны для всех. Я говорю о собственном ощущении и как нахожусь в интернете. Все для всех. А почему? Вот некоторые боятся записывать. Когда их записываешь, запишешь даже. Он боится выстоять. Он знает, что много глупостей наговорил. А если бы он представлял, что перед Богом уже наши мысли известны. И это все будет на суде Божьем перед всей вселенной. От Адама до Антихриста. Он следил бы за своим языком. Почему заключенные говорят? Говорят, прикуси свое помело. Интересно. Язык между зубами и помелом называют. Вот оно как. Вот я занимаюсь с голубями и знаю, что я много орнитологией занимался с малых лет. Первая книга, которую купил, когда суслики у меня были пойманы и сдал я их. Вот они где. Иди ешь. Гуля-гуля-гуля-гуля-гуля-гуля-гуля-гуля. Вот они. В расстоянии одного метра от меня, ну и от Володи там метра полтора. И этот сидит. Я знаю голубей как самая глупая птица во всем. Но Бог ее избрал. А за что? Кротость. И простота. Незлопамятность. Вот. Даже сгорит дом, а они все еще прилетают и прилетают. И детей у них отнимут. И в жертву приносили их десятками, сотнями тысяч. Голубь. Самая чистая птица в этом вопросе. Избранница Божия. Но это любовь. Вот я рассказываю как. Так откуда она появляется. Любовь эта вот. Я от этих уже не говорю. Все. Закончил с ними. Это было мне лет пять. Дело было. Ну. Я с тридцать девятого года. Значит еще была война. Видимо. И всюду ухаживали за скотиной и женщиной. И мы были в это время жили. Конзавод 140. Карповка. Тюменцевский район. Алтайского края. И жеребцы. Все чисто. Все у меня в памяти есть. Но у меня большой был уже. Лет пять. Идет тетка. Соврулина Татьяна. И она меня за руку ведет. Я за ней иду. Как сейчас помню. Вот. Идем мы к выходу. Через. Где жеребцы находятся. племенной. Для армии. Поставляли коней. Вот. А с той стороны. Солнышко пробивается. Лучи через эти. Через окошко. Раннее утро. Мое. Видимо. Отец. Где-то они уже приехали в Потеряевку. А я там у деда жил. И в это время я голову повернул направо. И вижу там матка идет. Матка это. Ну. Бревно брусное. Которое опирается крыша. Это для жеребцов. И увидел там голубку. Я видел ласточек. Воробьев. Курицы. Гуси. Это я все видел. Но голубей. Почему я не видел. Не знаю. Видимо. Было мало их. И она сидит. И я замер. Тетка меня дергает. Что остался. А я. Смотрю. У нее такой гнусавый. Пивучий голос был. Ну. Пошли. Я все. С этого момента. Я влюбился. Полностью. Вот он кормит его. Видишь как. Вот. Вот. Как. Ни одно живое. Ни одна птица так наверное не кормит. Особенно когда они любуются. Как они целуются голуби. Вот он в рот сует ему. И он его полупереваренную пищу туда дает. Вот он как. Вот маленький ягненок только родится и ищет сосок матери. А этот ищет нос родителя. Вот он. Él дает почти не переваренность и семечки сейчас в клевал. То есть приучает ему уже. Уже к твердой пище. А он какой. От отца у нас ел только хвост. И вот с этого момента. Я голубей уже и внимания не упускал. Помню мы жили у деда. Потеряю в 35 километров. Я один ходил. Но это уже вовсе большой был. 5 класс. Это 5 километров до бора 10 километров бором, ленточный бор Потом Шарчино И от Шарчино еще до Потеряевки 20 километров И вот километров 10 я иду идти до урывки А там склады были И у складов над дверями тоже там я заметил голубка есть И я бежал как на свидание Приду и там стою Мне надо домой дальше идти А иду полями, тропинками один Их тогда волков было много И даже зимой ходили мы Там правда зимой вдвоем с братом Вот, видишь какие Вот утро раннее сегодня Третье у нас февраля 15-го года Вторник Видите какой у нас утренний распорядок Вот они ходят, говорят Да вот голуби там они Ну там что-то как-то Много едят или отправляются Это птица, она все время освобождается От того, что у нее в желудке есть Чтобы быть легкой Он уже шевелится Ну совсем маленький Трех недель еще нету ему Уже оперился Вот они как, ко мне идут То есть они привыкли, чтобы я им давал семечки Это я маленько даю Гули-гули-гули-гули-гули-гули Вот они, смотри Вот он сейчас подойдет Иди, голубка А это он сам У него как шаль накинутая Ой, благослови их, Господи Вот оно как Все на газетке Все застелено А кошки в это время в подполе Вот Он отправляется опять Вот Тот Отошел Так-так Стал Все-то ничего не получилось у него Это уже у него все заложено И вот так вот движением Таким голову делать Он не может по-другому Он не может прыгать, как воробей Двумя ногами, как спутанный Вот Смотри, вот некоторые в городе живут Ну, на подоконнике голубь сядет И Поет Дадут ему крошек Но это совсем другое Вот они у меня тут гнездо Начала видеть гнездо У меня там книги И там газетами заслано Под потолком Он там высоко И они Давай гнездо туда вить Я говорю Нет, давайте внутри Потому что кошки Вночь они Вон Книги они на книгах там Вот она, птички Вот мы друг друга понимаем Они опять ждут Ну, да мои хорошие голуби Гуля-гуля-гуля-гуля-гуля-гуля-гуля Вот они Давайте Вот они Давайте Ешьте Они очень Это турманы Летят в воздухе Переворачиваются Это породист У них шиненщик А у него нету Он другой, наверное, пород Он залетный Откуда он взялся такой Не знаю Ну, вот ночью я их посмотрел Пары сидят близко друг к другу Ну, я так понял Что это муж и жена Голубь голубка Я с детства люблю вас Пользы от вас никакой Вот Я даже могу сейчас попутно Поставить Как Виктор Николаевич поет Потому что о голубях идет речь Вот Вот, посмотри Пение Виктора Голубь голубка Героя прошла Вот она Голубь Голубь голубка По Библии По житиям святых Птицы есть разные Чудно прекрасны Сокол, павлин, журавли С кличкой орла Люди смелые, классные Кулик болотный Сидит на мели Ласточкой девушку Милую кличут Курицу в лосе За птицу не чтут Коршун, стервятник Стервозных Обличья Совы Бесшумные У дягла Жесток Голубь голубка Я с детства люблю вас Пользы от вас Никакой Вы беззащитны Не клюните Клюва Об этом Особой строкой Разное все Кто как пище Стремится Пение Полет Крепость Жилистых Ног Но для себя Лишь одну Голубицу Церковь Невесту Избрал себе Бог Голос Голубки Эстоны Рабыни Равно К Творцу Вопиют Кротости Нашей Отнюдь Не гордыня В ранах Христовых Приют Голубь Голубка Я с детства Люблю вас Пользы от вас Никакой Вы беззащитны Не клюните Клювом Об этом Особой строкой Голуби Голубы Как овцы В законе За место За пищу Дерутся Всегда Горлиц Голубку Не слип По закону В жертву За грех Или Если Беда Крылья Молитвы Блестят Серебром Золотом Переискрятся Голуби Мира Светка И добро В Новый Ковчег Возвратятся Голубки 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 Я с детства Люблю вас Пользы от вас Никакой Вы беззащитны Не клюните Клювом Об этом Особой строкой С тоном Тоскующим Из эмиграции Голубки Сны Встребенутся В небе Лишь белые В небе Нет красных Перед Престолом Иисуса Души Души Святые Голубкою Нежной В небо Уходят Покинувший Нас Духа Святого Виденья Все реже Голуб Напомнить Не раз Голубка Я с детства Люблю вас Пользы От вас Никакой Вы Беззащитны Не клюните Клювом Об этом Особой Строкой Голуб Пролубка Я с детства Люблю вас Пользы От вас Никакой Вы Беззащитны Не клюните Клювом Об этом Особой Строкой Сейчас Другой вариант Это мы дели В лагере Игнатий Игнатич Еще Одну Еще Не пойму Еще Укол Голубка По Библии По житиям Святых Птицы Есть разные Чудно Прекрасны Сокол Павле Журавли С клич Корла Так а почему Не зарядил Батарея садится Батарея садится А почему Она садится Потому что Не заряжена А почему Ты не зарядил Так ее же Садить надо До конца Сперва Ее сперва До конца Садить надо А потом уже Заряжать Ну и где? Давно закончилась? Нет, она не закончилась, она идет еще Минута осталась, я вам показываю Одна минута Сейчас все еще идет? Ну идет, но сейчас А ну как я сейчас и дам опять Мне интересно вот это дать Голубь, голубка По Библии, по житиям святых Это записали здесь Птицы есть разные Чудно прекрасны Сокол, павли, журавли С кличка орла Люди смелые, классные Улип болотный Сидит на мели Ласточкой девушку Милую кличут Курицу вовсе За птицу не чтут Коршун, стервятник Стервозных обличья Совы бесшумны Удятла жесток Голубь, голубка Я с детства люблю вас Пользы от вас никакой Вы беззащитный